Димитриевская родительская суббота В этом году, 28 октября В наше время широко распространена версия о том, что Димитриевская родительская суббота была установлена благоверным князем Димитрием Донским для поминовения воинов, павших в Куликовой битве Однако эта версия впервые фиксируется только в XIX веке А в более ранних источниках нет никаких свидетельств о связи между поминовением павших в Куликовой битве воинов При том, что среди рукописей Троицы Сергиевой Лавры сохранился даже отдельный синодик с частью их имен и Димитриевской субботы Более того, этой версии прямо противоречит наличие точно такой же поминальной субботы у народа для которых Куликовая битва не являлась частью их национальной истории как болгар, сербов, потомков жителей Великого княжества Литовского Так у сербов эта суббота называется Митровская задушица То есть как и у нас, но у болгар Архангелова задушица То есть по имени архистратига Михаила, а не великомученика Димитрия А в Белоруссии в осеньские дяды, осенние деды Кстати, и в русском фольклоре неделя, на которой совершается Димитриевская суббота известна как Дедова неделя Таким образом, причину установления Димитриевской субботы нужно искать в чем-то еще Этого поминального дня не было у народов Южной Европы, в частности у византийцев Отчего Димитриевская суббота, как и Радоница, отсутствует в нашем богослужебном уставе, происходящем из Византии Однако у других народов Европы в древности существовали осенние и весенние праздники в честь умерших предков Судя по всему, осенняя дедова Архангелова, Димитриевская суббота, как и Радоница, весной является результатом христианизации этого древнего обычая Место жертвоприношений умершим, сопряженных также с ритуалами для защиты от их возможного неудовольствия Церковь установила в эти дни совершать сугубую молитву об их душах Побеждая языческий страх перед ними любовью и заботой о них В восьмом веке в Риме, а с девятого века повсеместно на западе, первого ноября, стала праздноваться как День Всех Святых В 994-м 1048-м годах аббат Лунийского монастыря Одило закрепил на 2 ноября поминовение всех усопших верных Эта традиция получила широкое распространение в латинской церкви Исследователи видят в установлении этих памяти попытку воцерковить языческие традиции европейских народов В рукописях Дмитриевская родительская суббота упоминается редко Не отмечается в переводных литургических книгах, типиконах, минеях И лишь изредка указывается в оригинальных памятниках В соборных чиновниках и монастырских обиходниках, отражающих неописанные в типиконе особенности реальной богослужебной практики Древнерусских кафедральных храмов и монастырей Однако из первых упоминаний Дмитриевская суббота как Дня Поминовения Всех Усопших Содержится в сборнике новгородского происхождения XV века Но традиция поминовения в этот день, вероятно, значительно древнее В монастырских обиходниках Дмитриевская родительская суббота является Днем Поминовения Усопшие Братьи Так, столовый обиходник Троицкой Лавры, первая половина XVIII века Предписывает предполагать корм монастырской по всей братьи в обители сей приставшихся, а кормят в субботу Дмитриевскую В уставе Волоколамского монастыря того же времени сказано, что в субботу Дмитриевскую По преподобным отце нашим начальнице святые обители сей айгумене Иосифе и по всей братьи Дмитриевская суббота также упоминается в указе о трапезе Тихвинского монастыря, написанном в 1590 году В обиходнике Свято-Троицкой Лавры 1645 года и в сводном уставе Свято-Троицкого и Кириллова Белозерского монастырей начала XVII века В немонастыре Дмитриевскую субботу вспоминали, как день за упокойная молитва обо всех усопших верных Царь Иоанн IV Грозный поверил в Дмитриевскую субботу петь панихидой и служить обедней по всем церквам и общую милостыню давать и кормы ставить В чиновнике Московского Успенского собора по 23 октября содержится следующая запись второй половины XVII века Пред памятью Святого Великомученика Дмитрия в пяток вечера бывает панихида во всех православных христианах В старообрядческих рукописях встречается компиляция из обиходников и уставов, посвященная Дмитриевской Радиевской субботе с заглавием Подобавайте, ведайте о субботе и же предпраздникам Великомученика Дмитрия Солунского В XVII веке Дмитриевская суббота по всей вероятности еще не связывалась с поминовением воинов, падших на Куликовой битве Так, в синодике XVII века выписаны имена монахов Троицкого монастыря, падших в Куликовой битве Но это поминовение не увязано с Дмитриевской субботой Сказания о Куликовой битве также не содержат указания об установлении Дмитриевской Радиевской субботы благоверным князем Дмитрием Донским Только в Капернавской редакции сказания о Мамаевом побоище, созданной в середине XVI века и дошедшей до нас в составе неканадской летописи Но иствуется о том, что благоверный князь обрешался к преподобному Сергию со словами Но и в этих словах Дмитриевская родительская суббота не связывается с Куликовой битвой Можно предположить, что ассоциация Дмитриевской субботы с поминовением падших на поле Куликовом появилась только в XVIII или даже в XIX веках Известен духовный стих позднего происхождения, опубликованный несколькими собирателями духовных стихов XIX века Названный «Стих о Дмитриевской родительской субботе» или «Видение Дмитрия Донского» В стихе описывается видение благоверного князя Дмитрия Донского во время божественной литургии Князь видит павших на поле брания воинов, слышит предсказания о своей смерти и о пострижении княгини в монашество Все заканчиваются словами, а на память дивного видения уставил он Дмитриевскую субботу Даже этот стих, который считается аргументом в пользу установления Дмитриевской субботы Ко дня поминовения воинов, падших на поле Куликовом, интерпретирует Дмитриевскую родительскую субботу иначе В XIX веке мнение о связи Дмитриевской родительской субботы с Куликовой битвой постепенно распространилось и стало господствующим 22 августа 1903 года был издан императором указ, предписывающий в войсковых частях совершать Дмитриевскую родительскую субботу Панихидо по обсопшим воинам за веру царя и отечества, на поле брани живот свой положившим Согласно утверждениям некоторых современников и до издания этого указа Русская армия чтила память всех павших в Куликовой битве, Дмитриевскую субботу Об установлении благоверным князем Дмитрием Дмитриевской родительской субботы Говорится в ряде учебных пособий XIX-XX веков по литургике В православном календаре в течение года выделяют 8 дней, когда усопших, родных и близких поминают особым образом Их объединяет название родительские субботы В церквях в это время служат заупокойную божественную литургию Панихидо Поминальные дни делают на вселенские, великопостные и частные родительские субботы Даты у них переходящие, поскольку зависят от Великого Поста и Пасхи В 2023 году осталась одна родительская суббота Дмитриевская В 2024 году по две родительские субботы выпадают на март, апрель, май и по одной на июнь и ноябрь Давайте назовем их даты 9 марта, месопустная суббота 30 марта, вторая суббота Великого Поста 6 апреля, третья суббота Великого Поста 13 апреля, четвертая суббота Великого Поста 9 мая, поминовение усопших воинов 14 мая, Радоница 22 июня, Троицкая суббота 2 ноября, Дмитриевская суббота 12 июня, Троицкая 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 суббота